Мир вам дорогие друзья! Совсем недавно наш мир был погружен в особый хаос. Тогда, когда пандемия коронавируса захватила весь мир, люди испытывали серьезные переживания, серьезные проблемы. В одночасье остановились поезда, были прикованы к земле самолеты, морально-психическое состояние людей очень изменилось, люди были напуганы и не знали, что делать. Сегодня я хочу открыть вместе с вами Священное Писание, для того чтобы прочитать несколько интересных важных текстов, которые помогут нам изменить свои отношения к тому, кто за всем этим наблюдал и кто знает, как решить эту проблему. Тема сегодняшнего размышления – «В защите Господа во время засухи». Действительно, тогда, когда заканчивается дождь, когда начинаются серьезные проблемы, земля превращается в пустыню, мы можем видеть только пыль, потрескавшуюся почву и нагретые скалы. Ничто подобное не может происходить в нашей личной жизни, как на уровне Церкви, так и на уровне каждого человека. И поэтому люди начинают думать о том, а где взять хотя бы глоток воды. Если вы находитесь в пустыне, вы особым образом ощущаете. Но вот вопрос духовной пустыни – как с этим быть? Нуждаются ли люди сегодня в том, чтобы им была оказана психологическая поддержка? Я хочу сегодня предложить для нашего размышления особый текст, который я выбрал на сегодняшний день. Это текст, который записан в книге Параллипоминон, 7 глава, 13 и 14 текст. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если я повелюсь раньше поедать землю, и пошлю моровую язму на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, в этом Писании Господь говорит, «Если я заключу небо, если не будет дождя, если я повелюсь о ранче, если она будет поедать землю, если я пошлю моровую язву на людей, то это будет серьезная проблема». Но что может произойти в жизни людей? Если они найдут в себе желание и силы обратиться к Господу, то Господь что-то изменит. Именно по этой причине первый шаг, который мы находим здесь, является следующим. «И смирится народ мой». Самое первое, чего Господь ожидает от людей, что они смирятся. Молитва и исправление жизни человеческой поможет как раз им преодоление всех тех сложностей, которые совершаются в их жизни. Поставьте свое сердце в позицию смирения, потому что смирение – это противоположность ожесточения, тогда, когда человек начинает искать воли Божьи, а не пытается кого-то обвинить в своей беде. Мне недавно пришлось разговаривать с одним человеком, который принес серьезную коронавирусную инфекцию. И он рассказал один пример, что медсестра попыталась ему сделать укол, но не могла это сделать, потому что она находилась в этом скафандре, который мешал ей делать все необходимые медицинские манипуляции. Но она всячески пыталась это сделать. И, наконец, она пригласила свою коллегу, которая смогла помочь ей в преодолении. Медики действительно сделали всю возможность, чтобы помочь человеку в смирении. Они сами смирялись, потому что понимали о том, что они не знают, каким образом лечить эту пандемию. Но они искали пути для того, чтобы решить эти проблемы. «Вначале исправ свое сердце», – говорит Господь. «Или, по крайней мере, прими решение, чтобы стать на путь исправления. Потому что другого пути для того, чтобы изменить ситуацию, нет. Одни люди в момент уходят от Бога, другие начинают ожесточаться и начинают искать удаление от Господа. И оказывается, что они находятся в этой духовной пустыне. В пустыне, куда очень сложно попасть, если человек знает Бога. Важно понимать, что даже в тот момент, когда Господь допускает в нашей жизни пустыню, Он ожидает, что каждый из нас начнет искать лица Господня. Он сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь глаза мои видят тебя». Так сказал Иов. И поэтому он пытается сегодня показать своей жизни, своей истории. Тогда, когда он абсолютно потерял все. Потерял здоровье, потерял свои богатства, потерял своих детей. Он говорит, «Я искал, вернее, слышал слухом уха, но теперь мои глаза видят тебя». И после своих особых испытаний Иов со своей стороны сказал, «А я знаю, искупитель мой жив». «И он последний день восставит мою распадающуюся кожу, и я во плоти своей узрю Бога». То есть засуха духовная, которая на момент поражения пришла в его жизни, была устранена, потому что он искал лица Господни. Почему засуха может прийти в нашу жизнь? Возможно, причина как раз кроется в нас, если в нашей жизни есть нечто такое, что может быть неугодным Богу. Однако она может прийти и потому, потому что сегодня враг человеческих душ, то есть дьявол или противник, будет делать все возможное для того, чтобы люди чувствовали себя нехорошо. Третья причина заключается в том, что мы живем в несовершенном мире. Если этот мир несовершен, то этот мир испорчен грехом еще со времени Адама и Ева. И таким образом мы в наследство получаем некую природу, которая помогает нам все дальше и дальше убегать от Бога. Но Господь говорит, остановитесь на своих путях, расспросите о путях древних, узнаете, где путь добрый, и двигайтесь в том направлении для того, чтобы найти живительную влагу в пустыне. Библия открывает нам настоящую реальность. Это будет продолжаться до тех пор, пока рядом с нами будут грешники. Суть каждого человека, который живет вне Бога, жить и грешить, потому что он понимает, что его жизнь находится вне любой силы, которая помогает ему преодолению этой слабости. Поэтому причины, почему происходит засуха в нашей жизни, могут быть разными. Иногда, может быть, мы будем виноваты в том, что с нами происходит. Иногда от нас это не зависит, так как проблемы Иова не зависели от него. Он был праведным человеком, и об этом даже сам Господь засвидетельствовал. Но беды пришли в него, в его жизнь, и эта жизнь превратилась действительно в большой кошмар. Но он смог выдержать все, и остался верен Господу. Итак, если человек смирится, что произойдет в его жизни? Священное Писание говорит, что смиренный человек означает человека, который зависит от самого Бога. Он еще очень податливый, то есть как та глина, которую использует горшечник для того, чтобы создать какое-то произведение искусства. В противном случае, если человек начинает бунтовать против Бога, раздражаться и ожесточаться, то наступит время, когда его ропот приведет по пути к тому, что он начнет обвинять Бога в том, что Господь не был виноват, в чем Господь не был не виноват. Порой мы понимаем, что чем больше ты ожесточаешься, тем больше ты репчешь на Бога, тем хуже, сложнее становится тебе самому. Ты начинаешь чувствовать себя так, как чувствовал один из героев Священного Писания, Саул. Тогда, когда он сопротивлялся Богу, когда он пытался делать все плохо для Церкви Божией, и однажды он по пути в Дамаск был остановлен Богом, он услышал голос Божий, который очень красиво ему сказал, говорит, Саул, Саул, «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Другими словами, чем больше ты будешь сопротивляться, чем больше ты будешь роптать, чем хуже будет для тебя внутри, потому что ты будешь ощущать себя так, как будто внутренности твои сжимают тиски. Поэтому, если ты в сердце сдаешься перед Богом, если ты начинаешь вступать на путь сокрушения, и начинаешь понимать и говорить, Господи, пожалуйста, прости, потому что я был неправ перед Тобою, если смирение происходит в твоей жизни, если ты в сердце сдаешься перед Богом, то наступают новые времена. В одночасье приходит совсем другое состояние души, приходит в сердце легкость, ты начинаешь парить, как будто ты на крыльях, потому что ты осознал свое состояние, осознал свой грех, ты принес жертву Богу, дух сокрушенный, сердце смиренное, потому что Господь тогда в этом случае презирает этих людей, для того, чтобы они могли быть его детьми. Итак, второй шаг к восстановлению. Если народ со своей стороны увидит, что вокруг наступило время засухи, тогда, когда нет слова ни от кого, все начинают искать совсем других ценностей, то Господь говорит, если человек начнет молиться в это время, особое переживание, то я смогу его изменить. Что такое молитва? Что имеет в виду сегодня Господь под словом молитва? Молитва – это разговор с Богом, тогда, когда я веду диалог с Ним, и Бог со своей стороны сегодня делает для меня некий шаг навстречу, тогда, когда Он слушает меня. Но проблема заключается в том, что зачастую я говорю, Бог слышит, но ответ, который Богу желает дать, я его не слышу, потому что я куда-то тороплюсь. Итак, молитва – это не просто религиозный обряд, который очень многие могут знать, который считает о том, что если только осенить себя крестным знаменем и сказать несколько слов «Господи, прости», то это уже будет той самой верной молитвой. Молитва – это живой контакт с Богом. И когда Бог говорит «И когда будут молиться», Он не уточняет, каким видом молитвы люди могут молиться. Либо крестным знаменем, либо стоя на коленях, но вместе с тем они будут молиться. Поэтому мы можем сегодня сказать, что молитва – не обязательно речь или песню. Молитва может быть в состоянии вашего духа, тогда, когда дух говорит Богу, и Господь слышит ваши сердечные намерения и сердечные вздохи. Поэтому Бог со своей стороны делает все возможное, чтобы помочь каждому человеку. Во-первых, через Писание, которое мы знаем, что Он оживляет в Слове и Духе Своем. И тогда, когда определенные тексты из Библии пытаются зацепить твою душу, то есть ты со своей стороны начинаешь понимать о том, что ты приближаешься к тому, кто является твоим Творцом, кто является твоим Отцом, кто всегда позаботится о тебе, кто всегда поддержит, кто всегда скажет тебе самые добрые слова. И в ответ ты тогда говоришь «Господи, я люблю Тебя». И так будут молиться. Это не означает, что общение с Богом произойдет абсолютно нечаянно, то вот случайно я помолился, и случайно Господь мне ответил. Нет, это предполагает определенные усилия, тогда, когда я выделяю время для того, чтобы поговорить с Богом. Когда я со своей стороны делаю все возможное для того, чтобы настроить себя на ту волну, чтобы слушать Бога. Вы знаете, в советские времена, когда люди попытались слышать христианские радиостанции, на границах всегда стояли специальные глушилки. И эти глушилки всегда уводили определенную волну. И каждый человек, который хотел что-то услышать о Слове Божьем, должен был все время настраивать эту волну на то, чтобы услышать, что же говорит диктор. Но волна уходила, потому что определенные силы делали все возможное для того, чтобы этого не услышали. Так сегодня происходит и с нами. Тогда, когда Господь говорит, что я хочу иметь общение с тобой, я хочу слышать тебя, дьявол пытается сегодня уводить эту волну. Он пытается отвлечь нас другими какими-то факторами. И человек начинает терять связь с Богом. Итак, чтобы исполнить волю Божию, давайте будем молиться вместе с известными нам способами и методами во всякое время и на всяком месте. Я искренне надеюсь, что каждый из нас со своей стороны делает все самое лучшее. Потому что если человек смиряется, если человек молится, то третий выход из засуха говорит, если взыщут лица моего, и здесь как раз говорится о том, что если они найдут лица моего, то тогда и в жизни произойдет великая перемена. Ведь Божье благословение ищет сегодня весь мир. Все грешники входят в число охотников за Божьими благословениями. Потому что каждому хочется жить под некой охраной и некой заботой. И поэтому, конечно же, все христиане знают Бога. Но только вопрос, в какой степени мы знаем этого Бога, который открывается нам в своем слове. Во второй книге Паралипоминон, в 7 главе, в 13-14 тексте, который мы читали, Бог не только просит нас вернуть потерянное, но и призывает нас тех, кто уже знает его, углубиться в познание его. Ведь даже христиан порой мало интересует сам Бог. Гораздо меньше, или гораздо больше интересует, больше благословения, нежели сам Бог. Поэтому попробуйте представить себе, как мы сегодня порой себя ведем в отношении нашего Небесного Отца. И я хочу, чтобы каждый из нас мог вспомнить о том, что в Библии описаны библейские герои Давид, Моисей и Павел. Они очень близко знали Бога, и поэтому Господь мог проявлять свои действия через них. Кто в какой степени сегодня ищет Бога, тот в такой степени найдет. Потому что если я ищу усердно, то тогда я и нахожу в Господа. Если я не ищу Господа, то тогда я не могу с Ним общаться достаточно хорошо. Если я не помешаю, то точно построят. Если люди, которые сговорились построить Вавилонскую башню, то даже тогда, когда Господь сказал, если я не вмешаюсь в их планы, они обязательно построят. Попробуйте представить себе, что если мы со своей стороны попытаемся что-то сделать вместе с Богом, то тогда будет успех или нет? Конечно же, будет успех. И поэтому, если в народе появляются люди, которые познают Бога не понаслышке, познают не фальшиво, а пытаются действительно знать Его как искреннего Бога. Поэтому в этом случае я хочу напомнить слова известного библейского героя, который на пустыре своему сыну говорит. Это Давид обращается к своему сыну Соломону и говорит, знай Бога Отца твоего, которого я знал. Поэтому если сегодня наследство, от родителей мы получаем действительно благословение того, что наши родители знают Бога, то это большое преимущество. Вспомните Елисея, который знал Бога лично. Когда враги отступили город, в котором он находился, и попытались захватить его, то слуга у Елисея очень сильно переживал. Говорит, что будем делать, господи? Вокруг столько много людей, солдат. И тогда в ответ прозвучала одна фраза, которая сегодня дает нам уверенность и надежду. Говорит, Господи, открой глаза этому человеку, и пусть он посмотрит, что с нами больше, нежели с теми, кто находится за стенами этого города. И поэтому даже во время страшной опасности она знает, что живущий под кровом Всевышнего, под стене Всемогущего покоится. Если мы сегодня понимаем о том, что пророк Елисей выиграл битву абсолютно без единого патрона, то мы можем сегодня знать, что Бог со своей стороны может решить каждую проблему, абсолютно не применяя человеческие усилия. Бог может сегодня изменить нашу землю без единого выстрела, как это сделал во времена Елисея. Для этого ему нужны апостолы, апостолы, которые, как Павел, будут делать самое важное. Они будут слышать то, что не слышат другие. Когда Павел шел по дороге в Дамаск, написано, что Господь его остановил и сказал, что трудно тебе идти против вражда, то он слышал голос, а другие, которые находились, не слышали. И вот в этом случае, если среди народа, если в городе есть люди, которые заботятся как раз о том, чтобы слышать голос Божий, то благодаря этим людям город будет благословлен. В тот момент, когда геезии мечутся, когда они не понимают и знают о том, что же дальше будет, есть люди, которые встают в проломе для того, чтобы защитить свой город без единого выстрела. Потому что они могут увидеть незримого Бога, а затем идти в послушание, воплотить жизнь, все увиденное и все услышанное. Мы должны понимать пути Божии, знать, как действует Господь и осознавать Его волю. Божья воля заключается в том, что мы ищем самое важное. Важное, которое открывает нам Священное Писание. Самый главный секрет – это ключ Давидов. Создать механизм просто, потому что можно научиться скопировать и внедрить. Но если ты не знаешь Бога лично, если ты не разговариваешь с Ним по душам, то будет очень сложно. Очень важно знать Иисуса лично и слышать. Важно обратить внимание на Иисуса, потому что Он есть пробуждением нашей личной жизни. И если Господь однажды закрывает двери чего-то, то Он обязательно откроет окно. Часто мы, даже прийдя к Богу, так сильно хотим иметь то, что может нам дать Иисус, что даже забываем хотеть самого Иисуса. И поэтому нам порой хочется в молитве получить благословение. Господи, пожалуйста, благослови меня в этом, благослови в этом, благослови в ходе, на выходе. И забываем, что самое важное, мы можем забыть здесь и сейчас это пообщаться с самим Господом. «Итак, ты, Соломон, знай Бога, Отца твоего», говорил Давид своему сыну. Почему? Потому что он мечтал, чтобы его сын знал Бога так, как Давид знал сам. Но действительно, сегодня многие не понимают того, что происходит в этом мире. и поэтому их жизнь сегодня подвержена серьезным проблемам. Им ничего не нужно, не только на этой земле, но и на небе. Потому что можно хотеть ничего земного, но очень хотелось, чтобы их жизнь могла быть изменена. Апостол Павел сказал, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетой. А вакуум со своей стороны говорит, даже если виноград не принесет никакого плода, овец не станет в загоне, я буду радоваться о Господе. Почему? Потому что в нем моя жизнь. И об этом говорится в Священном Писании. И Бог говорит, идите без меня в обетованную землю. Тогда, когда возникли серьезные проблемы, и народ перестал слышать голос Божий. Господь говорит, ну хорошо, если вы хотите попасть туда, в эту красивую землю, говорит, идите без меня. Но в ответ предводитель израильтян, вышедший вместе с ними из Египта, Моисей говорит, Господи, мы не сможем туда пойти без себя, потому что в тебе, как сказал апостол Петр, глагол о вечной жизни. Моисей сказал, нет, лучше мы останемся в пустыне, потому что ты наша главная и единственная ценность. То есть он предположил, что лучше остаться в пустыне, но с Богом, чем жить в красивом месте, но без Бога. Почему? Потому что спустя некоторое время это красивое место превращается в Содом и Гоморру, если там нет Бога. Бог ищет сегодня людей, которые искренне влюбились бы в Него. Потому что сегодня стало модным приходить в церковь, молиться, но вместе с тем эта мода очень быстро проходит. Поэтому Бог ищет сегодня людей, которые искренне любили бы Его и служили бы не потому, что Он благословляет, а потому что они знают Его как своего лучшего друга. И, наконец, Господь говорит, возлюби меня и только меня всем сердцем и всей душою своею, потому что корень всех зол есть сребролюбие. А тогда, когда человек со своей стороны решает проблему, чтобы служить Господу, то тогда говорит, что боголюбие и поиск боголюбия приводит к тому, что это самый важный поиск, который может осуществить человек в своей жизни. Если они взыщут Господа, если они смирятся перед Господом, если они обратятся, и потому Господь сказал, если взыщут лицам Его, то только по одной причине, что Он сам так относится к нам, Он будет делать все со своей стороны, чтобы помочь этим людям. Конечно же, это нормально, приходить к Богу, главным образом за Его помощью, за восполнением нужд и благословения. Это самое важное, что человек получает. Но самое важное, не забывайте, что в поисках Бога вы должны знать Его как Личность, а не просто получать то, что вам кажется сегодня выгодным. На первом плане появляются ценности духовные, потому что одна из этих ценностей – это Сам Господь. Когда я общаюсь с Ним, как с Небесным Отцом, то тогда моя жизнь становится совсем другой. Она расцветает, как сад. Как в пустыне, оазис, так и жизнь человека превращается в благословение тогда, когда он знает Бога. Другими словами, наша задача как раз состоит в том, чтобы научить людей не только знать, каким способом молиться, но чтобы они могли знать того, кому они молятся. Если это нам удается, то многое другое вытечет из этого автоматически. Например, уже нам не нужно будет учить молитвы, пожертвования, служение Господу. Всем будет известно, что любовь – это самый главный принцип и мотиватор в мире. Почему? Потому что если я понимаю, что меня любят, то в ответ я буду тоже любить. Если я понимаю, что меня ненавидят, то в этом случае я буду сжиматься. Поэтому последний, четвертый шаг, о котором Бог говорит при выходе из засухи, чтобы прийти к его исцелению. Если они не только смирятся, не только взыщут лица моего, но если они обратятся от худых путей своих, то Бог со своей стороны попробует исправить их жизнь. Другими словами, они обратятся от худых путей своих и будут ходить путями возлюбленного Господа. Поэтому Господь становится нашей частью жизни. Господь становится нашей страстью, потому что мы видим только смысл в том, чтобы направить свои стопы к Нему. И поэтому, наконец, после исполнения нашей части, Господь говорит, я услышу с неба голос их, прощу грехи их и исцелю землю их. То есть Бог имеет в виду, что через смирение, через молитву, через любовь к Господу, через изменение образа жизни отдельно взятых людей наступит определенная перемена. И поэтому к этим переменам потянутся люди. Люди станут совсем по-другому относиться к Богу. И так это способен сделать только один Господь. Но именно наше смирение и общение с Ним, поиск лица Его, изменение нашего образа позволит Богу исполнить свою часть и осуществить свою волю через нас. Итак, давайте исполним Божьи условия. Давайте испытывать на себе и прилагать усилия исправления своих путей. Давайте выполним свою часть тогда, когда Господь, несомненно, выполнит свою. Ведь если Он выполнит свою часть, допуская в нашей жизни засуху, язву, саранчу, то уже одно только это говорит о том, что Бог сдержит Своё слово и в остальном. Он обязательно пошлёт нам исцеление. Он обязательно пошлёт исцеление нашей земли. И наступит время тогда, когда мы будем жить на новом небе и на новой земле. Давайте приблизимся к Богу. И Он приблизится к нам. Давайте мы откроемся Богу, и Он откроется нам ещё больше. Давайте мы смиримся, и Он даст нам свою благодать. Давайте мы взыщем Его лица и обязательно найдём Его. И тогда наступит время, когда Он исправит наши пути, и потому что мы знаем Его. Мы ищем Его и ищем Его правды. И поэтому пусть Господь будет с вами и позволит, чтобы время засухи закончилось в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова